Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачёв. В московском метро в деловом центре сложилась уникальная ситуация. Сюда приходят три линии метро с трёх разных направлений, но все они имеют буквы в своём номере 4А, 8А и 11А. Это стало причиной целого ряда шуток и мифов, которыми подземка обрастает уже много десятилетий. В этом видео я не только объясню, как же так вышло, но и поделюсь парой необычных объяснений сложившейся ситуации, не имеющих ничего общего с реальностью. А пока я еду в Москву-Сити, у меня есть для вас кое-что интересное. Сейчас в интернете очень много материалов по московскому метрополитену на самые разные темы. Какие-то повторяются, какие-то раскрываются с новой стороны. Иногда даже кажется, что зритель зажрался. Ему подавать только новые, эксклюзивные и уникальные. И такое есть. На молодом канале БА, профессиональные чтецы Ольга Дель и Эдуард Веников озвучили правила пользования московским метрополитеном в формате аудиокниги. Спи, слушай и соблюдай. Мы озвучиваем, ты не напрягаешься. Так они описали свое произведение. Всех желающих приглашаю послушать. А если хочется еще больше необычных аудиокниг, переходите во весь плейлист. Ссылки на отдельное видео и на все записи в описании этого ролика. А я как раз подъезжаю к конечной и начинаю свой рассказ о деловом центре и линиях. Любопытно, что история метрополитена в деловом центре начиналась не с этих трех линий, а с другого проекта. Темпы строительства московского метро в 1990-е были не впечатляющими, а новые проекты объявлялись передовыми и особенными. Так, на первое время в деловой центр хотели провести отдельную линию мини-метро, присоединив ее к пересадочному узлу на Киевской. Маленькие станции, маленькие проезда, маленький пассажиропоток в первое время. На схемах это обозначалось отдельным цветом. Потом начали экономить. Отказались от четвертой станции Киевская, присоединив новую ветку к уже существующей Филевской линии. Пока решали вопрос с удлинением станции в деловом центре, приняли решение отказаться от промежуточной станции Дорогомиловская. Еще и доделать все не успевали. В итоге в 2005 году открылась только одна станция на ответвлении – деловой центр. Сегодня вы знаете ее как выставочная. Такое название дали ей в 2008 году по расположенному рядом проезду и экспоцентру. А название деловой центр оставили для других станций. В 2006 году линию продлили до Международной, а вот все окружающее этот процесс было очень странным. Это было не первое в Москве вилочное движение, но именно на Филевской линии многочисленные объявления о поезде, следующем до Международной, стали вечной нормой. Наверное, считалось, что пассажир стал глупее и не умеет читать, особенно будучи на станции. Ответвления были и на первой, и на второй линиях московского метро, а теперь и на четвертой. И только в конце 2020 года участок Филевской линии в деловой центр стали обозначать отдельно – 4А. То есть основной маршрут 4 до Кунцевской, а 4А – ответвление в Москву-Сити. Любопытно, что и сама Филевская линия когда-то обозначалась 3А, хотя была самостоятельной линией, да и называлась она когда-то не Филевская, а Арбатско-Филевская. В мире есть много примеров маршрутного движения, но обозначения разные. В Копенгагене, Мюнхене и Барселоне они обозначаются разными номерами и разными цветами даже на общем участке. В Стокгольме – один цвет, но разные номера маршрутов. В Милане – один цвет и один номер. В Стамбуле – один цвет и номера 1А и 1Б. А в Сингапуре вообще каждая конечная, каждая линия имеет свой уникальный номер. Идеального варианта здесь нет. С линией 8А все гораздо проще. Никто не скрывает, что когда-то две желтые линии 8 и 8А, Калининская и Солнцевская, будут объединены в одну линию. Но сейчас они даже не пересекаются. Здесь было использовано разделение для отсутствия путаницы. В истории московского метро уже были ситуации, когда сначала открывали радиусы, а потом их соединяли. Так было с Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиями. А в мире самый известный пример в Берлине. С 2009 по 2020 годы там были линии У5 и У55, причем последняя не была соединена со всей остальной системой. Пересадки там были только на электричке. В Москве решили называть новую линию не 88, а добавив букву А. Когда-то это будет единая линия, но не при существующем руководстве города. А вот с 11А ситуация посложнее. Своё обозначение с буквой А она тоже получила в конце 2020 года. Это последствия признания ошибок в красивой подаче информации людьми, которые в вопросе не разбираются. Участок от делового центра до Петровского парка и дальше до Савеловской обозначался как 11-я большая кольцевая линия. В красивых рычаг начальников это звучало как удобство, праздник для делового центра, максимальный комфорт, но так никогда не было. Это простейшее временное соединение линий. Так же было в Москве, когда Каховская линия была частью Замоскворецкой, и когда в Петербурге 4-я и 5-я линии считались единым целым. Здесь так никогда не было, но пассажиры-то этого не знают. Подробно о туннелях я рассказал в отдельном видео на канале, а здесь лишь констатирую факт. Станции Деловой Центр и Шелепиха никогда не должны были быть в составе Большой кольцевой линии. Сначала их добавили в Большое кольцо, потому что никто не решался объяснить соединение в районе Сити нормальным языком, как временное решение для удобства эксплуатации. Теперь их отделяют под номером 11А, как не основной маршрут. Основной скоро откроется в Мневнике и дальше по кольцу. А потом этот маршрут вообще уберут. Для метрополитена это будет то, что и должно были построить 15-20 лет назад, а для пиара и в СМИ это будет улучшение транспортной доступности и новой перспективной 16-й линии метро, а не исправление ошибок. Так что буква А здесь имеет три разных причины, которые можно объединить одним понятием – неполноценные линии. Самое главное, что эти буквы не пугают вас. И самое главное, чтобы вы не испугались поставить этому видео лайк и нажать на кнопку подписаться. Вам легко и просто, мне приятно, а Ютубу показатель ценности этого видео. А я напоследок скажу вам пару любопытных размышлений из сети. Первое иногда продается как официальное. В Москве очень много маршрутов транспорта, имеющих букву и цифру. Электробус Т73, электричка Д2, автобусы ДП23, С12 и многие другие. Так что цифра и буква – это якобы только ради моды. Конечно же и повод повозмущаться. А самый смешной вариант – школьная тематика. Рядом центра профориентации, библиотека, кто-то даже шутил, что только учеников 4-го А, 8-го А и 11-го А будут пускать в эти заведения метро. Конечно же это не так, туда может попасть каждый. Но что только не придумают в этих ваших интернетах. А вам спасибо за просмотр и до новых встреч.